Мода на прививки. В стране продолжается вакцинация от сезонных заболеваний. В нынешнем сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов. Кому стоит записаться к врачу? Один на миллион. В городе мужчина чуть не вырезал пол района. Нас готовили к этому. Чем закончилась безумная выходка? На кону Play-In Бобруйск арена приглашает поддержать хоккейный клуб «Динамо Шинник». Очень ждут поддержки на трибунах. С кем предстоит сразиться команде? А также перспективное сотрудничество, отечественная техника и температурные качели. Зима, прогнозируют синоптики, уйдет не скоро. Когда ждать тепла? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел встречу с госсекретарем Союзного государства. Тема – подготовка к проведению очередного заседания Высшего государственного совета. Минск и Москва давно выстраивают сотрудничество в рамках уникального объединения суверенных стран. Беларусь и Россия не только стратегические союзники, но и важнейшие торгово-экономические партнеры. Что имеет особое значение и приносит ощутимую выгоду на фоне непростой мировой ситуации и сильного санкционного давления. Впереди планируется серьезный и принципиальный разговор. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более, что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры. Даже один на один в формате, не в узком составе. Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения. Кроме того, поступило предложение учредить медаль за заслуги в развитии союзного государства. Ожидается, идею на заседании госсовета поддержат и президенты. Также готов и проект постановления о создании единой медиакомпании. Боевой вызов. Бобруйский мужчина посреди улицы устроил пьяный дебош. Прохожие от страха разбегались, куда глаза глядят. Утихомирить хулигана удалось лишь правоохранителям. Наша съемочная группа пообщалась со спасителями. В субботу около 9 часов вечера на линию 102 поступил тревожный звонок. На другом конце провода Бобруйчанка сообщила о неадекватном поведении мужчины на улице. Неизвестный с ножом в руках наносил повреждения машинам и угрожал прохожим. Наряд Бобруйского отдела департамента охраны МВД моментально выехал на адрес. Уже изначально, когда двигались на место происшествия, в голове проворачивали разные ситуации, как будем действовать, страховать друг друга. Когда прибыли гражданин, сразу же все внимание перевел на нас. Сотрудники требовали от злоумышленника бросить нож на землю. Но агрессивно настроенный мужчина решил и дальше двигаться по лезвию безрассудства. Направлялся в сторону милиционеров с холодным оружием в руках. Не остановил дебошира и предупредительный выстрел в воздух. Я слышу, стреляю! Буду применять оружие! Брось нож! Брось нож! В итоге пришлось применить огнестрельное оружие. Выстрелы по ногам остановили нападавшего, но бунт продолжился. Злоумышленник попытался наложить на себя руки. Правоохранители не позволили. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не профессионализм и слаженная работа. Они оказали ему первую медицинскую помощь. 44-летний бобруйчанин был доставлен в учреждение здравоохранения. Резонансный случай потребовал от Вадимира Макушева Александра Короткевича железной выдержки и полной самоотдачи. Работа опасная. Случайных людей здесь не бывает. Нас готовили к этому. С самого начала, когда обучали в Гранях, говорили, что выезжайте на каждую сработку, как на боевую задачу. Поэтому страха особо не было. К сожалению, такие приступы острого маразма – не единичные случаи. На днях наряд охраны задержал 50-летнего местного жителя, который с ножом преследовал 22-летнего бобруйчанина в магазине. Молодой человек в автобусе заступился за школьницу, к которой приставал пьяный пассажир. В ответ мужчина обрушил шквал угроз и требовал расправы. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Облегченные кредиты, езда по правилам и железные люди в деле. В стране утверждена концепция устойчивого развития. Что прописано в документе? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Беларусь наращивает сотрудничество с российскими регионами. С Томской областью планируется увеличить товарооборот в два раза. Одна из тем – беспилотная авиация. В этом году начинается создание научного и производственного центра по серийному выпуску таких аппаратов. Наша страна, в свою очередь, будет поставлять спецтехнику, открывая при этом дилерские центры по продаже и техническому обслуживанию тракторов, грузовиков и комбайнов. В Беларуси готовится к принятию указ, который в том числе позволит урегулировать сферу перевозок и обеспечить равные условия для участников этого рынка. Только в 2023-м автотранспорт доставил почти 940 миллионов человек. Главные критерии – безопасность, соблюдение расписания и доступность. Беларусы стали чаще покупать товары длительного пользования. В конце 2023-го Совет министров принял постановление о потребительском кредитовании, чтобы простимулировать внутренний спрос в стране. Крупнейший отечественный банк внедрил социально значимый кредит на покупку товаров под 4% годовых. Уже выдано более 8 миллионов рублей. Средний размер одного займа – 5000 рублей. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку. Документ проходит общественное обсуждение. Согласно анализу рынка, до 50% рабочих процессов в мире будет автоматизировано уже через 12 лет. Синоптики уверяют, погода в феврале не сильно отличится от январской. Рассчитывать на раннюю весну в этом году не стоит. Зима хоть и перешагнул экватор, но уступит очень нескоро. До конца месяца белорусов ждет комфортная погода. Температурный фон окажется на несколько градусов выше климатической нормы. При этом снежный покров не уменьшится. Практически каждый день ожидаются осадки и не исключены сильные порывы ветра. Болеть не болеть. В воздухе обитают сотни тысяч бактерий и вирусов. Защититься от всех невозможно. Ежегодно в мире регистрируется под миллиард случаев сезонного гриппа. 5 миллионов при этом протекают в тяжелой форме. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. Подхватить заразу на раз-два. Спустился в метро, зашел в магазин, отсидел день в офисе. Через два дня добро пожаловать на больничный. Решение есть. Всемирная организация здравоохранения уверяет, человечество спасет иммунизацию. Свежее исследование ВОЗа гласит, полтора миллиона европейцев живы благодаря прививке от коронавируса. Учитывая предыдущий сезон ОРИ, в нынешнем сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов, вируса гриппа и коронавирусной инфекции. Оба этих вируса опасны для человека, но наиболее уязвимые это дети, беременные женщины, люди в возрасте, имеющие ряд хронических заболеваний. Последние годы стало модным отказываться от уколов здоровья. Современные родители считают, побочка от прививок хуже эффекта препарата. С экранов смартфонов диванные лекари кричат, вакцинация зло. Вот только статистика говорит об обратном. На волнах самого сладкого радио страны. Закажите рекламное продвижение на Zephyr FM до конца января и получите супер-скидку до 60% в феврале. Это один из самых эффективных и доступных способов продажи товаров и услуг. Охват нашей аудитории свыше 400 тысяч человек. Жители Бобруйска и района Жлобина, Рогачева, Глузка, Осиповичей и Кировска. Ежедневное вещание 24 часа в сутки. Целевая аудитория – 70% людей от 18 до 45. Около 40% слушателей работают в сфере частного бизнеса. Помимо скида клиентов ждут и приятные бонусы. Не упустите свой шанс. Телефон рекламной службы 44-550-30-30. Заключительные домашние матчи. Бобрыск-арена приглашает поддержать «Динамо Шинник». Бобры участвуют в чемпионате молодежной хоккейной лиги и сейчас занимают четвертую строчку серебряного дивизиона Западной конференции. Впереди у команды важные состязания на льду. На кону возможность выхода в плей-ин. 24 и 25 января в 15 и 17 часов пройдет игра с гостями из северной столицы России. Очень ждут поддержки на трибунах. Мы очень ждем, что наши болельщики соскучились по хорошему хоккею и по нашей команде. Билеты на матчи можно приобрести в кассе или на сайте Бобруйск-арены. Болеем за наших! Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!